добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу поделиться с вами идеи декора свадебных бокалов покажу свой легкий способ и очень красивый на мой взгляд нежный способ декорирования свадебных бокалов и так давайте приступать у меня обычный свадебный фужер он стеклянный высотой где-то около 24 сантиметров прежде чем приступить к работе я его обезжириваю обезжирить можно любым спиртосодержащим средством как следует прохожусь по всей поверхности бокала и начинаю окрашивать окрашиваю я в белый цвет использую для этого белый акриловый грунт также можно взять любую акриловую краску любого вам понравившегося цвета окрашиваю я поролоновым спонжем для декупажа мне очень нравится как выходит какая получается какой результат получается такой слегка бархатистый в общем пробуйте увидите и вам обязательно этот метод тоже понравится окрашиваю я обязательно два раза на два раза в два слоя и между слоями обязательно нужно время дать краски как следует просохнуть не забываем окрашивать нижнюю часть то есть донышко и проходимся обязательно по ребрышкам и пока у нас краска сохнет я немного расскажу о кружеве это кружево blue marine очень люблю его за богатую палитру и за то что из него можно вырезать абсолютно любые фрагменты которые для декора выглядят просто великолепно я уже подготовила и выбрала себе элемент кружевной вырезала его и обязательно вырезайте если будете использовать кружево обязательно вырезайте сеточку она некрасиво в работе смотрится приклеиваю я на прозрачный клей момент не рекомендую использовать горячий клей потому как все таки это будет красиво это будет неудобно и клей будет просвечиваться клей момент чем мне нравится тем что он во-первых не желтеет очень хорошо приклеивается к стеклу держится тоже надежно в общем наношу я клей по всей поверхности кружева наношу не слишком много но так чтобы кружева у нас не успела подсохнуть и приклеиваю к бокалу приклеиваю отступая от верха где-то сантиметра два с половиной три для того чтобы было удобно пить мне очень нравится когда кружева приклеена на все нижние части самого фужера поэтому я добавляю еще несколько кружевных элементов и таким образом практически весь бокал у меня задекорирован кружевом кружева приклеили и пока отставляем ждем пока хорошенечко у нас клей просохнет и немного расскажу о цветах которые я использую это тайские цветы они из бумаги еще называют эти цветы коттеджные розы безумно красивые оттенки безумно красивые формы прям безумно мне очень нравится эти цветы ссылку где я их покупаю оставлю в описании на алиэкспресс их не можете даже не искать в общем эти цветочки приходят пучочки по 5 штучек я их срезаю проволока нам не нужно не пригодятся нам и чашелистики я их тоже отрываю так как у меня бокалы немного такие нежные если же вы будете делать и хотите чтобы у вас было что-то такое более насыщенное то конечно же оставляйте чашелистики также я хочу добавить в свою композицию листья лепестки гортензии они тоже на бумажные покупая их там же где эти цветы вот так вот они выглядят то есть они такие вот из четырех лепесточков я их разрезаю по одному в дальнейшем увидите для чего я это делаю по ходу работы я решила еще приклеить брошь брошь у меня жемчужная в серебре эти броши я покупаю на алиэкспресс они бывают в серебре бывают в золоте и приклеиваю весь дальнейший уже декор я на горячий клей так как у нас клей уже как следует клей момент как следует просох то и на кружевом горячий клей держится и берется очень быстро и хорошо приклеиваю сначала с одной стороны и с другой стороны наши брошь и по одной розочки и потом полукругом я приклеиваю ниже еще три розочки розы все приклеены и теперь я добавляю лепестки гортензии и обклеиваю их вокруг наших роз сверху нашей композиции то есть над брошью и на двумя верхними розочками я не приклеиваю потому как это будет слегка перегружать композицию на нижнюю часть нашей композиции я добавляю лепестки и таким образом мне кажется что как-то все это выглядит более законченным да и все лепестки я стараюсь подклеивать под розы та часть где мы окрашивали как бы аккуратно не старалась я красить все равно переход виден видна краска и эту часть нужно нам задекорировать я это буду делать с помощью стразовой цепи разовая цепь у меня жемчужная отмерила необходимое количество необходимую длину и приклеиваем тоже на клей момент обычно я использую клей с тоненьким носиком е6000 или b7000 это очень удобно для вот таких вот работ и затем приклеиваю еще второй ряд и на этом мои бокалы готовы если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока подписывайтесь на канал и ставьте лайк